Продолжаем вязать шарф-косынку на мамочкином канале. Итак, по прошлым видео урокам мы связали две половинки шарфика. Я связала 4 листочка на каждой половинке шарфика. Сейчас я буду рассказывать о том, как соединить эти две половинки. Соединение у нас пройдет немного непросто, потому что если здесь косыночка соединяется ровно, то здесь в стороне ажура у нас сложно состыкуется. Если мы просто соединим, то у нас будет здесь морщить. Поэтому нужно что-то придумывать. Как же довязать вот это место до момента соединения? То есть у нас будет вот здесь такой хвостик взади косыночки, но на нем не будет листика. Как это связать? Вот вы закончили ряд, когда пышным столбиком. Это на схеме у нас 19 ряд. И мы закрыли листик этим 19 рядом. Дальше мы набираем 3 воздушных, вяжем 20 ряд. Он из арчик из 5 воздушных у нас. Его провязали. В нем 8 окошечек таких. Когда повернули обратно, то провязываем 21 ряд с большими окошечками со столбиками с накидом. Все как обычно, так же как и на схеме мы вяжали 20 и 21 ряд. Тоже 8 окошечек. Дальше начинаем следующий ряд. И он будет повторять 20 ряд. То есть после 21 ряда опять повторяем 20 ряд с арочками. Просто окошек уже будет на один больше. 9. Потом повторяем 21 ряд с арочками из столбиков с накидом и 3 воздушных окошечек. Тоже 9. И потом я опять повторила 20 ряд с дугами. И уже дуг стало 10. То есть после 19 ряда я провязала еще 1, 2, 3, 4, 5 рядов. А с этой стороны в этом узоре я делала обычное наше расширение. Здесь у нас делается в каждом третьем ряду прибавочка. Но в конце, когда я после прибавочки провязала 2 ряда, в третьем я не стала делать уже прибавку. То есть последние 3 ряда у меня без прибавочки. Надеюсь, это понятно. Так мы вяжем на 2 половинках. И окажемся мы после провязывания последнего ряда с дугами в узоре на верху шарфика петля. И в одном, и в другом варианте. Я здесь оборвала ниточку в одной половинке, но на самом деле нужно было оставить еще на один рядочек ниточку. Здесь я отмотала еще на один рядочек, а вот здесь, к сожалению, нет. Мне придется привязывать ниточку. А вы отмотайте ниточку еще на один рядочек. Здесь и здесь. Можно, конечно, и не обрывать вообще нить, а вязать с мотков, если вы вяжете с мотков. Но нам понадобится немного пряжи, чтобы довязать вот в этой сетке недостающие кусочки. Как я уже сказала, здесь у нас соединяется ровно, а здесь надо довязывать недостающие кусочки. Сейчас я буду показывать, как мы довязываем эти недостающие кусочки. Итак, вот передо мной лежит одна половинка. Ряд я сейчас вязала вот по этой стороне, закончила здесь наверху. Эта ниточка отмотана для следующего ряда. Беру я полотно на обратную сторону, то есть вот таким образом, что петелька внизу. И присоединяю новую ниточку. Здесь я отмотала примерно метра три. Делаем начальную петельку. Будем прикреплять ниточку к нашему вязанию. Прикрепляемся к первой арке из пяти воздушных. Здесь три, столбик без накида, здесь пять. В серединку над центральной петелькой, прямо к самой петельке, присоединяемся. Вяжем три воздушных. И теперь вяжем узор с нашими арками, то есть в следующую дугу вяжем столбик с накидом. Три воздушных, следующую столбик с накидом. То есть тут в принципе все как обычно. Просто начали мы этот ряд необычно. Провязала последний столбик с накидом. Получается у нас от места присоединения, вот эти три воздушных вышли. Если эту арочку под тремя воздушными первыми считать, то раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Получается дырочек. И здесь не буду делать две воздушных, которые мы делали часто в этом ряду. Сразу веер над веером. Столбик и веер над веером. В конце ряда. Не стала делать воздушных, чтобы у нас уголок немножко уже загнулся. Как всегда в начале ряда три воздушных. И поворачиваем вязание. Опять веер над веером, все как обычно. И начинаем вязать ряд с дугами. Тоже, в принципе, обычный наш ряд. Три воздушных. В первую большую дырочку, маленькую без воздушных, пропускаем. А в первую большую вяжем столбик без накида. Дальше арочки из пяти воздушных. Все как обычно. Итак, я связала уже, если под первой арочкой из трех воздушных считать дырочку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь арочек. И пять воздушных набрала. Для восьмой арочки. И здесь я как раз пришла к тому месту, где вот мое прикрепление. И мы в начале прошлого ряда делали эти три подъемных воздушных и первый столбик с накидом. А это уже пошла полноценная арка. Вот в полноценную арку я сейчас последний столбик связала. Пять воздушных. И теперь в макушку той дуги, где мы присоединяли ниточку в прошлый раз. Столбик без накида. Вот так получается. Под дугой из пяти воздушных у нас три воздушных предыдущего ряда. Подъемные три воздушных. И закончим эту сетку тремя воздушными. Пропустим эту дугу из трех воздушных. И прямо над столбиком галочки присоединимся. Три воздушных и присоединение соединительным столбиком к первому столбику галочки. Вот в принципе и все, как я предлагаю довязать этот кусочек. Получается по верхнему ряду посчитать дырочки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Последняя девятая из трех воздушных. И первая из трех. Все, здесь ниточку можно оборвать. А теперь, после того, как связали этот кусочек, мы свяжем обычный наш полноценный ряд. С той ниточки, которую мы оставили. Обычно с трех воздушных мы тут начинали. И галочку над галочкой до конца. Никаких прибавок не делаем. Здесь переход покажу на ажурный узор. Итак, провязала последнюю галочку. И переходим на ажур. В принципе, переходим как обычно. Это у нас ряд из столбиков с накидом и трех воздушных между ними. Три воздушные связали. И арочку из трех воздушных пропускаем, как всегда в этом ряду. А сразу столбик с накидом вяжем в арочку из пяти воздушных. Дальше опять. Три воздушных. Столбик с накидом. И так до конца ряда. В конце ряда опять ни одной воздушной не вяжем. Вяжем просто веер над веером после столбика. Получилось вот так. Больших окошечек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. На всякий случай говорю. То же самое делаем и на второй части. Вот здесь я провязала уже два дополнительных рядочка на сетке. И сейчас, когда будем провязывать последний ряд на второй части косынки, я покажу, каким образом мы будем делать вот это присоединение. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ